Теперь книги в смартфонах, а мысли в заметках, письма в телегу, поздравления в вайбе, эмоции в сторис, а знания в гугле. Тогда почему до сих пор не забыты привычные всем блокноты и книги? Просто когда уже по уши в диджитал, хочется что-нибудь сделать вручную, без автотюна и автопилотов, а вдоль Днепра тарахтит камыш. Красиво писать не запретишь. Новый блокнот от Шарийшоп. Пиши, твори, думай, действуй. Привет, привет дорогие друзья. Смотрите, может быть некоторым из вас тревожно становилось, когда армада российских войск стянута была к украинским границам. Может быть у вас йокало внутри и холодом покрывались внутренности, но зря. Вы же знаете, что не только граница на замке, но и ответка будет такой, что бежать будут до Урала. И, конечно, мы имеем силы и средства для того, чтобы их остановить, для того, чтобы они не могли пройти легко или пройти взагалі. Они вообще не смогут пройти. Их не только остановят, им не только дадут по зубам, но развернут и бежать будут, как те зайцы. И вот подтверждение, к примеру, его же не могли назначить просто так в трехсторонную контактную группу. Просто говорили, что он там обиженный на Донбасс. Нет, это специалист. Мои источники утверждают, что в случае наступления именно украинской армии, там минируют мосты, по которым эта армия может наступать. Это тоже о чем-то говорит. Конечно, говорит. Я думаю, вплоть до Керченского даже моста они заминировали. Ну и понятно, имеется в виду на Донбассе. Но я полагаю, что оккупанты заминировали еще и Керченский мост и все-все-все мосты и переправы, чтобы, не дай бог, не дошли все-таки до Урала, чтобы, знаете, не докатилось. Это армада, уже украинская армада. В середине Российской Федерации ситуация не спокойная. Ситуация выглядит плохо. Экономика их наоборот слабеньше, чем они пытаются это показать. Все, короче, они ослаблены. Вот эта вся фигня мне напоминает, ой, разные вещи напоминает, знаете, которые потом плохо заканчивались, поэтому не хочу даже о них и вспоминать, в принципе. Вот здесь рассказывает тоже выдающийся, я смотрю, эксперт, вы его знали, InformNapalm такая есть, клоунская такая организация, вот рассказывает о том, кто, собственно, и приезжает туда сражаться за оккупантов. Короче, волноваться нам нечего, эти люди даже туалетов не видели. Когда я общался с деякими добровольцами, которые приехали там за Ураля или из средней полосы России, то, извините на слово, они где-то переходят в параши на улице и не знают, что такое канализация и водопровод. Они не знают, что такое водопровод в средней полосе России, вы вдумайтесь. Ну и вот, опять-таки, Урал, видите, на Урале-то там вообще у них говорят, они до сих пор на повозках, гужевых повозках ездят. Да, дорог нет, ничего нет, а здесь они приезжают и сталкиваются с цивилизацией, можно сказать, вы же понимаете. Уже создавалось у меня некоторое впечатление, вот тогда, когда я это все слушал, что это аутотренинг, знаете. Я не хочу какать, я не хочу какать, я не укакался, вот эти все вещи, знаете. А пока что Россия лишь нарушает силы и брязкает оружием поблизу украинских кордонов. И что бы не случилось, их есть кому защитить. Ну и все, в общем, выдыхаешь, ты, мой украинский зритель, выдыхаешь, и такой, ну все, все, граница на замке, все нормально. И тут вдруг тревожная новость, с границы как раз таки, напали на пограничников, далее по голове забрали оружие. На кордоні с Россией напали на украинских прикордонників, сталося вночі на Сумщині. Злоумисники побили наших правоохоронців та забрали их оружие. Побили и забрали оружие. Граница на замке. Двое прикордонників отримали травмы. У Державній прикордонній службі впевнені, нападники втекли в глиб Украины. Что это значит? Нападающие убежали вглубь Украины. Это значит, они не прибежали с глубины Украины, это значит, они все-таки со стороны России. Прямо об этом не заявляют, потому что у меня есть такое ощущение, что руководство госпогранслужбы моментально знало, что произошло и кто именно напал, да? Потому что сами погранцы рассказали. Но давать эту новость, ну как-то не патриотично было. И поэтому они так завуалировано. Убежали вглубь. А дальше еще снабдили это рассказом о том, что оказывается на границе с Россией пограничники постоянно получают угрозы. Это и за границей им летят угрозы, или от местных жителей? У ведомства кажут, что наши наряды постоянно зазнают залякувание неподалеку российского кордона. И неподалеку российского кордона кто их может залякувать? Местное население, конечно же. Ну а кто еще? Проходящие мимо люди их пугают. Уууу, пугают, они прячутся. Что это такое вообще? Вночь на Сумщине, где проходить державная межа с Россией, трое неведомых напали на прикордонный наряд. Ну там вроде уже хорошая новость, потому что напавшие выбросили оружие. Дали порожи пограничникам, пошли, эх, и выбросили оружие. Хорошо, что его никто не нашел. К примеру, дети. На месте подеи прибывал глава Держприкордонслужбы. Разом и с нацполицией удалось повернуть оружие. Злоумисники выкинули ее неподалеку. Водевиль какой-то, можно сказать, да? Они убежали на территорию Украины. Вот честный канал ICTV уже более точно подает информацию. То есть убежали на территорию Украины, значит прибежали с территории России. И вдруг внезапно, как гром среди ясного неба, оказывается по морде украинским пограничникам, готовым к отражению атаки из России, дали украинские же СБУшники. Ныне же СБУ поведомляет, что начебто уже затримали двоих своих сотрудников за напад на сотрудников Держприкордонслужбы в ніч на неделю. И тут интересно звучит от представителя, собственно, Госпогранслужбы, что нападающие были не вооружены. То есть с голыми руками напали на готовых к отражению путинской агрессии украинских пограничников, забрали у них оружие и ушли. Автоматы забрали и пошли себе. Говорит, они не могли просто защитить свою жизнь пограничники. Нападники не были озброенны. Проте их действия были такими, что военные не смогли использовать оружие, чтобы обеспечить свое жизнь. То есть военные не могли обеспечить свое личное жизнь. А как они могли бы обеспечить жизнь тех, кто, собственно, доверил им охранять границу? Какие-то действия нападающих были такими, что эти не могли стрелять. Они что, очки надели, ты не выстрелишь человека в очках? Или что, они танцевали, ГПК, что те не могли в них стрелять? Пели Колыскову, которую мама пела. Что это значит? Это поведомил речник СБУ Артем Дегтяренко. Каже, такая поведенка неприпустима. О, СБУ сказала уже свое слово. Такое поведение недопустимо. Надо было еще сказать, так вести себя нехорошо. Позитив в этой истории, что сама СБУ дійсно поведомила, что есть співробітники причетни. Вот, да. Это большой позитив. Сама СБУ согласилась, что сотрудники причастны. Ну, просто дело в том, что их МВД сначала вычислила по пеллингу мобильных телефонов. А СБУ уже потом, да-да-да, мы причастны. Слушайте, да давайте в колени, просто в ноги упадем. СБУ. Спасибо за то, что вы согласились с тем, что вы причастны. И это на самом деле сейчас подбрасываются в дровишки. Типа, ой, СБУ какие молодцы. Служба молодцы, что они не стали дійсно покрывать, а відповідно сами першими выступили с цією заяву. Да, они сказали правду. Ой, спасибо большое, молодцы на самом деле. Но здесь уже оказывается, что им не грозит по 15 лет. То им грозило, если бы они оказались теми, кого СБУ постоянно ловит. Ну, там, шпионов Российской Федерации, которые притворяются украинскими пенсионерами, инвалидами, да, какими-то бедолагами, которые там что-то там где-то написали на Фейсбук. А это же российские шпионы на самом деле. Вот им грозит 15 лет, а СБУшникам уже не грозит. До того, как все сообщили, что это СБУшники, грозило. Наразі бандитов розшукуют силовики, им загрожує 15 років позбавлення воли. Уже не загрожує. Короче, после вот этой всей новости, каждый, кто уверен в том, что граница на замке, и как дадим, так побегут до Урала. Что-то у меня сегодня этот Урал, да, привет всем с Урала, ребятам. Да, вот, они должны о чем-то задуматься. Но я должен сказать, что позитив все-таки на границе тоже происходит. И об этом я тоже не буду умалчивать. Собака-прикордонник, яка служит на административной меже с Кримом, научилась ответить на звернение славы Украине. Ну, о этом позитивщике я хочу и закончить, в общем-то. Всем хорошей недели. Мы начинаем эту неделю. Пока. Добрый день, это Вадим, сосед сверху. Из-за вашего ремонта у меня стена просела. Ау, вы дома? Я же слышу ваши инструменты. Алло, это Жек? Что мне делать? Из-за соседа моя квартира рушится. Да, это Жек. У нас рабочий день уже закончился. Звоните послезавтра с 11 до 13. Да как же это? Вадюш, ну, не нервничай. Но нужно что-то делать прямо сейчас. Помнишь, Валера рассказывал, как решил проблему с аварийным деревом во дворе? Обратился на платформу Отклик. Кажется, вариантов больше нет. Отклик.com.ua. Готово. Должны откликнуться. Есть щель, есть провисание плиты небольшой, но просто насколько, я не понимаю, насколько это критично. Мы инистивируем вопрос выезда сюда комиссии. Оставляй отклик на нашей платформе. Давай менять страну к лучшему. Отклик. Отклик. Отклик.